Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кыргызская служба Радио Свобода Азатык выпустила вторую часть своего громкого расследования о том, как из Кыргызстана вывели как минимум 700 миллионов долларов. По предположению журналистов Кыргызского бюро Радио Свобода, в этом замешан бывший замглавы таможни Рейнбек Матраимов. Интерес к продолжению расследования подогревает и то, что в Стамбуле 10 ноября убили одного из фигурантов журналистского расследования, китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айркена Саймайте. Через него, как утверждают журналисты, Матраимов мог легализовывать огромные суммы денег. Самое интересное из этого расследования в материале Джибек Бегалеевой. Первая часть расследования за тыка, которую опубликовали полгода назад, стала настоящей сенсацией. Журналисты показали документы, согласно которым семья бывшего замглавы таможни Кыргызстана Раима Матраимова получила банковскими переводами 2 миллиона 300 тысяч долларов от Айркена Саймайте, который вывел из страны сотни миллионов долларов. Иногда деньги, по словам автора расследования Али Токтакунова, целыми пачками вывозили в обычных пластиковых пакетах. Свои источники Токтакунов тогда не раскрыл. Об этом его попросили сами информаторы, которые опасались за свою жизнь. В их числе был и китайский бизнесмен уйгурского происхождения Айркен Саймайте. Недавно его убили. Вот что он перед этим рассказал. Я Айркен Саймайте. Я родом из Китайской Народной Республики, Урумчи, Кызылсуйский Кыргызский автономный округ. Родился 14 января 1982 года. Кыргызстан приехал 21 июля 1999 года. Али записал это интервью еще перед публикацией первого расследования. Опасаясь за свою безопасность, Саймайте просил не публиковать это видео. Он сразу объяснил, что занимается легализацией и оборотом денег. Айркен Саймайте также рассказал, что через его фирму Абдерас прокручивали сотни миллионов долларов из разных банков. После этого интервью Айркен Саймайте начал постепенно делиться счетами и документами, которые у него были. Его последняя встреча с журналистами Азатыка, Международного центра по журналистским расследованиям и информагентства КЛОП в Стамбуле в конце октября этого года стала самой важной. Незадолго до этого в Бишкеке убили одного из сотрудников его фирмы. Саймайте опасался из-за своей безопасности и был готов делиться информацией, которая касалась влиятельных людей, с которыми он работал. Радио Азатык совместно с проектом по расследованию коррупции и организованной преступности и партнером в Кыргызстане с сайтом КЛОП Кейджи несколько месяцев изучал документы, которые предоставил Айркен Саймайте. По итогам совместного расследования, большинство заявлений Айркена Саймайте по поводу его финансовой деятельности или по отмыванию денег подтвердились. Большинство денег, которые переводил Саймайте, связаны с очень богатым человеком в регионе, имя которого мало кому известно. Этнический уйгур Хабибулла Абдукадыр, глава богатого семейства родом из Китая. Это подтверждает не только документы и другие материалы, которые предоставил Саймайте. Семья Хабибуллы Абдукадыра создала целую систему по перевозке товаров на миллионы долларов. Сотни тонн груза перевозят из Китая в Кыргызстан, оттуда в другие страны Центральной Азии и Россию. Вот фотография четырех братьев семьи, которая ранее никогда не публиковалась. Создать такую бизнес-империю не было бы возможно без покровителей из высоких чиновников, уверяли Саймайте и официальные представители, бизнесмены и торговцы, с которыми поговорили журналисты совместного расследования. Одним из предполагаемых покровителей, как указывается в расследовании, был экс-зам главы таможни Кыргызстана Раим Матраимов. Поэтому серьезной частью своих доходов они делились с чиновниками, которые покрывали их финансовые схемы. Айрген Саймайте знал систему изнутри и занимался непосредственно прокруткой и легализацией денег, которые приносили незаконные транснациональные грузоперевозки. Деньги компании Абусахи были у меня. Все эти расходы, сколько тратили денег на машины, сколько уходило людям на таможни, все эти документы, все записи были у меня на руках. По словам Саймайте, на таможне работали две схемы. Первая – груз из Китая оформлялся как транзитный товар для Узбекистана и освобождался от таможенных сборов. Весь груз после этого оставался в Кыргызстане, а дальше как товар из Кыргызстана отправлялся в Казахстан и Россию. Мы перевозили груз из Китая в терминал в Карасу. Там мы делали документы, где писали, что этот груз идет из Карасуйского базара в Бишкек. В Бишкеке переделывали документы, что этот груз идет с рынка Дордой до Москвы. В 2016 году я сделал один такой рейс, а в 2017-м три раза съездил. 20 фур марки «Вольво» сделали по 4-5 рейсов. Мы разгружали груз в Москве и возвращались. В Москве вы где этот груз оставляли? В Москве в Люблино. Там есть большой торговый центр. За ним оставляли товар. Вторая схема оказалась более сложной. Пять лет назад Саймайте открыл на свое имя фирму. На это юрлицо он оформил рынок по продаже товаров в Баткенской области Кыргызстана. Через эту фирму Саймайте заключал липовые контракты с компаниями в Китае, которые контролировала семья Абдукадыра, владеющая бизнес-империей по грузоперевозкам. Саймайте показала затыку документы на 86 миллионов долларов. Он отправил эти деньги якобы в обмен на поставку тканей, которые на самом деле не привезли. Вместо них через кыргызскую таможню провозили гораздо более дорогой товар. Телефоны, технику. Этого Абусахи крышуют Матраимовы. Начиная с таможенной растаможки, передвижения, все контролируют Матраимовы. Они управляют. Сколько Абдукадыр получают выгоды, они знают. А техниками управляет его родной брат Руслан Матраимов. О том, что младший брат бывшего замглавы таможни Руслан Матраимов действительно руководил базой, на которой дальнобойщики перегружали товары или меняли машины, говорят и водители компании Абусахи. Этот Руслан приходил в гараж, постоянно там бывал. Приходил, сидел. Сам я больше года уже там не был. Когда Руслан находился там, другие водители видели его? Да, все видели. Сколько было водителей, все его знали очень хорошо. Он часто приходил и сидел там. Отвечал на разные вопросы, решал вопросы. Насчет зарплат, солярки или если чего-то не хватало, Руслан мог решить эти проблемы. Хотя в первом расследовании за тыка Руслан Матраимов заявил, что никогда не слышал про фирму Абусахи и не знает никакого Эркена Саймаити. Однако Саймаити все опровергнул. Фирма Абусахи управляет Раим Матраимов, решает дела внутри Кыргызстана. Чтобы он пропустил грузовики в Узбекистан, мы даем деньги Раиму Матраимову. Эти деньги, которые он получает, он не хранит в Кыргызстане. Он вывозит их за границу, переводит фонды в других странах. За один грузовик, который приезжает из Китая, мы отдаем 4600 долларов. За один месяц транзитом проходит 600-700 фур. Чьи это машины? Эти Камазы фирмы Абусахи. Деньги вы кому давали? Деньги мы даем на таможне Раиму. Ребята Раима приходят и забирают. Приходят разные ребята. Кроме всего прочего, жена Раима Матраимова и компания Абдукадыра объединяются в общий бизнес в Дубае. Жена бывшего таможенника вложилась в участки, на одном из которых строится пятиэтажное здание. Инвесторами проекта числятся супруга Матраимова и фирма того самого Абдукадыра. Когда мы искали в базах, мы наткнулись на имя Улукан Тургуновой. С ней связаны три единицы недвижимого имущества, два земельных участка и квартира. Эти участки находятся в Дубае в Джумейра Village Circle и квартира в районе Джумейра Beach Residency. Подтвердить информацию насчет одного из земельных участков мы смогли и через источники в интернете, через компанию, которая обеспечивает материалами строительные проекты. Они выложили на своем веб-сайте имя клиента и адрес, который мы нашли в нашей информационной базе. Владельцем одного из участков была указана Улукан Тургунова. По данным журналистов из Международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, в 2015-2017 годах жена Раимбека Матраимова Улукан Тургунова купила два земельных участка примерно за 10 миллионов долларов и квартиру в престижном районе Дубая. Согласно каталогу, стоят эти апартаменты не меньше 2,5 миллионов долларов. При этом предполагаемый партнер Раимбека Матраимова Абдукадыр интересовался не только бизнесом. Его компания – одна из основателей кыргызской компании Терексай Джаштары, которая пять лет назад выиграла разработку месторождения Кассан на юге Кыргызстана. Директор Терексай Джаштары Токтосун Туманбаев связан с еще одной компанией по добыче сурьмы, которая принадлежит некоему Субихи Пархате. Пархате, в свою очередь, числился бизнес-партнером бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Согласно документам, 28-летний парень выкупил у Атамбаева его предприятие «Форум» примерно за 700 тысяч долларов. Несколько лет назад из-за разногласий Саймайте прекратил работать с Абдукадыром. Он рассказал, что после этого весной 2017 года в гостинице города Ош неизвестные избили Айркена Саймайте и, угрожая пистолетом, забрали у него паспорт. Саймайте смог уехать в Стамбул и начать там новый бизнес. По его словам, сразу после отъезда в Кыргызстане его очень быстро обвинили в мошенничестве и объявили в розыск. Согласно договоренности, радио Азатых после первого интервью с ним не стал раскрывать личность Айркена Саймайте, который боялся за свою жизнь. Но, несмотря на это, сразу после публикации расследования летом этого года ему позвонил известный лидер криминальной группировки в Кыргызстане. Он мне сказал, если ты документы отдашь журналистам для расследования и на вторую серию, мы тебя убьем, слово даю. Я ему ответил, что я не давал эти документы, не зная, откуда их достали. Когда я сказал, что половина документов остались в Кыргызстане, а половина у меня, он спросил, какие такие документы остались. Я ответил, что про перевод 200 тысяч остались там, остальные у меня. Он уточнил, точно ли они у меня. Я ему подтвердил, что они у меня. Тогда вы сказали ему, что вы отдали документы только о 200 тысячах долларов? Да, я сказал, что документы на перевод 200 тысяч остались в Кыргызстане, остальные у меня на руках. И сказал, что в Кыргызстане в гостинице «Средняя Азия» там остались документы. Во время последней встречи с журналистами Саймайте был готов раскрыть последние карты и отдать все оставшиеся документы и доказательства. 14 ноября он надеялся получить гражданство Турции. Однако 10 ноября его убили. Дюбек Багалиев, Али Токтакунов, Лана Саналиев, Азат Интымаков. Настоящее время Азия, Пешкек, Кыргызстан. К другим темам. Кыргызстанские депутаты парламента снова отличились. Своим смехом они довели до слез маленькую девочку, которая рассказывала им о вполне серьезных проблемах в школе. Накануне народные избранники встретились со школьниками. Встреча была организована в честь Всемирного дня ребенка и 30-летия конвенции о правах ребенка. Встречу выступила ученица младших классов. Она рассказала, что в ее учебном заведении медсестра делает уколы за деньги. И дальше произошло следующее. В нашей школе есть только одна медсестра. В школе учатся 2700 учеников. Каждый год она делает укол детям и берет за это деньги. Реакция депутатов смутила девочку, и она не смогла продолжить выступление. Уже после встречи с учениками парламентарии попытались оправдаться. Некоторые заявили, что наоборот поддержали ее таким образом, сопроводив это аплодисментами. Сама же девочка в интервью позже сказала, цитата, «Когда депутаты засмеялись, я думала, что они надо мной насмехаются» и заплакала. Стало известно и о медсестре, которая, по словам девочки, брала деньги за уколы. Она написала объяснительную и получила выговор. Впрочем, если верить самой медсестре, дело было не так, как рассказала ученица. По словам медработницы, шприцев на всех учеников не хватило. Она была вынуждена купить их в аптеке. И с позволения родителей школьники заплатили за прививку по 5 сомов. Это примерно 7 центов. Женщина рассказала, что болеет и решила уволиться. Государственная Дума приняла поправки в закон о СМИ. Согласно новой формулировке, статус иностранного агента могут получить не только организации, но и физические лица, рассказывает Дмитрий Турлюн. Депутаты Государственной Думы в четверг проголосовали за поправки в закон о СМИ, регулирующий порядок предоставления статуса иностранного агента. За выступили 311 депутатов, четверо воздержались. Теперь проводниками зарубежного влияния могут признать не только издания, но и отдельных журналистов, работающих на них. Налицо признанное иноагентом накладываются ограничения. При публикации материалов необходимо делать пометку, что их распространяет и на СМИ, и на агент. Нарушители этих требований может ожидать наказания, вплоть до блокировки на территории России, утверждает итоговое заявление на сайте Думы. Внесенные поправки в закон неоднократно подвергались критике. Противники новых правил говорят, что таким образом государство пытается оказать давление на СМИ и цензурировать их деятельность. Смотрите далее в нашей программе. В Таджикистане резко увеличилось число разводов. Дело не в домашнем насилии и не в бедности населения. На крепость семейных уз влияет миграция. Мужчины стали разводиться с женами ради получения российского гражданства. Мы продолжаем нашу программу. Группировка «Талибан» впервые за несколько лет стала лидером по числу убийств, вытеснив с первой строчки экстремистскую организацию «Исламское государство». По данным Института экономики и мира в 2018 году, от действий талибов погибли более 6 тысяч человек, и деятельность «Исламского государства» привела к смерти примерно 1300 человек. Эти данные приводятся в исследовании «Глобальный индекс терроризма-2019». Причину смены лидеров в рейтинге террористических групп авторы исследования связывают с разгромом ИГИЛ силами международной коалиции и ухудшением ситуации в Афганистане. Сейчас эта страна с точки зрения террористической угрозы считается наиболее опасной. В прошлом году 17 из 20 самых смертельных терактов произошли именно в Афганистане. До этого в течение 15 лет наихудшая ситуация наблюдалась в Ираке. Впрочем, исследователи Института экономики и мира заявляют, что в мире четвертый год подряд наблюдается снижение количества жертв терроризма. В прошлом году общее число погибших от рук террористов составило около 16 тысяч человек. Это на 15% меньше по сравнению с 2017 годом. Однако, несмотря на позитивную тенденцию, карта терактов расширилась. В 2018 в 71 стране как минимум один человек погиб от рук террористов. Годом ранее таких стран было на 4 меньше. Из центрально-азиатских стран наихудшая позиция в рейтинге глобальный индекс терроризма 2019 у Таджикистана. Всего за год эта страна потеряла 24 позиции и оказалась на 50-й строчке. Серия атак и акций сторонников исламского государства чуть не вытеснила Таджикистан из группы стран со средним уровнем воздействия терроризма в высокую. Ближайшие к Таджикистану центрально-азиатские страны Казахстан и Кыргызстан в рейтинге расположились на 85-м и 87-м местах соответственно. Это уже группа с очень низким уровнем воздействия терроризма. Там же, но с намного лучшими показателями на 135-й строчке Узбекистан, Туркменистан, несмотря на соседство с Афганистаном, попал в группу стран с нулевым уровнем воздействия терроризма. Продолжение следует... МИД Таджикистана продлил ее только для семерых, причем для шестерых только на шесть месяцев и для одного на три. Частичные разрешения противоряющие законам Таджикистана, которые требуют продления на год. Кроме того, 11 журналистам и сотрудникам радио ОЗД сейчас запрещено работать, поскольку они, согласно законодательству Таджикистана, не получили аккредитацию в МИДе. Среди них трое новых сотрудников и шесть журналистов, которые ждут продления аккредитации. Такие организации, как Радио Свободная Европа, работают на передовой, отстаивая свободу прессы по всей Европе и Центральной Азии. Мистер Флай и Радио Свободная Европа, Радио Свобода, играют ключевую роль в противостоянии дезинформационным компаниям, например, проводимым Кремлем или мулами в Тегеране. Я полностью поддерживаю позицию мистера Флая и его приверженность честной и достоверной журналистике. В начале ноября в швейцарском Цюрихе прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и главы медиакорпорации Радио Свобода Джейми Флая. На встрече были обсуждены вопросы, связанные со свободой слова и аккредитацией журналистов Радио Озоди в Таджикистане. Тогда Флай заявил Рахмону, что Радио Свобода не пойдет на компромиссы с любой властью. Я и президент Рахмон обсудили работу Радио Озоди в Таджикистане. Радио Озоди играет важную роль в жизни таджикского общества, его слушают многие жители этого государства. Но последние годы Радио Озоди подвергается давлению со стороны правительства. Некоторых наших журналистов запугали, некоторых лишили аккредитации. Я объяснил ему, что такая ситуация для нас неприемлема. Таджикская аудитория имеет право на получение объективной информации, а наши сотрудники – право на свободную работу без запугивания. Я также подчеркнул, что наши журналисты придерживаются высоких журналистских стандартов, и мы не готовы отступать от них из-за угроз. Наше бюро в Душанбе будет функционировать лишь в случае, если правительство этого государства изменит свое отношение к нашим журналистам. Поэтому я постарался получить гарантию у президента Рахмона. В Таджикистане с каждым годом растет стабильно количество разводов по сравнению с 2018-м, эта цифра увеличилась на 11%. Сейчас ежедневно распадается 34 семьи. Такие данные приводят в комитете по делам женщин. В чем причина разводов и почему в Таджикистане так легко развестись, рассказывает Анширвон Арипов. Фарзону с мужем рассорили родственники супруга. По ее словам, они не взлюбили женщину сразу. Сочли, что та претендует на общую жилплощадь. Однажды, после общения с матерью, муж даже поднял на нее руку и выгнал из дома вместе с маленьким ребенком. Фарзона не отчаялась. Сегодня живет у своих родственников и работает. Время от времени приходится отбиваться от бывшего мужа, который хочет вернуть ее обратно. Я удивлялась тому, что все на меня кричали. Не только свекровь. Брат свекрови мог мне выговаривать или даже его жена. Стоило мне один раз защитить себя, мужу заявили, чтобы развелся со мной. Ему говорили, что я образованная девушка и буду хозяйничать в доме. Говорили мужу, что если рожу еще одного ребенка, вообще его перестану уважать. Сяду на шею. Развестись в Таджикистане достаточно просто. Если договориться полюбовно не получается, обычно процесс занимает до полугода. В стране традиционно большие семьи. И мужья часто живут вместе с родителями и остальными близкими родственниками. Поэтому при разводе женщина обычно не может претендовать на жилье. Оно попросту не ее с мужем. Чужое. Имущество также разделить не выйдет. При этом, как ни странно, дети остаются с матерью на улице. И никому кроме нее не нужны, говорят эксперты. Даже родному отцу. Вообще причины развода в Таджикистане очень разные. Но среди всех других стандартных причин, а это бедность, семейное насилие, вмешательство третьих лиц в семейные отношения, выделяется еще одна. Мужчины стали разводиться с женами ради получения российского гражданства. Мужья, в основном трудовые мигранты, разводятся со своими женами, чтобы жениться повторно в России и оформить через брак гражданство. Но при этом они сохраняют мусульманский неофициальный брак со своими таджикскими женами и продолжают сожительствовать с ними. Поэтому показатели по разводам в стране растут. Если у мужчин обычно с разводом не возникает никаких проблем, то на женщину наваливается все разом. Сам развод психологически тяжело пережить, а времени на рефлексии не остается. Нужно найти жилье, работу, обеспечить детей. С таким может справиться далеко не каждая женщина. Да еще и отношение к разведенным женщинам в таджикском обществе не самое лучшее. Если сравнить женщин с мужчинами, то им после развода у нас, учитывая наше общество и менталитет, приходится намного сложнее в моральном, психологическом смысле, потому что стигматизация, не приветствуются разведенные женщины. И даже если она куда-то устраивается на работу или работает, то взгляд некоторых людей на нее меняется. То есть мне неприятно эти слова произносить, но считают, что разведенная женщина, она доступная. И, к сожалению, есть такие случаи, бывали в моей практике, бывали такие случаи. Для того, чтобы помочь разведенным женщинам, сегодня нужно в первую очередь реформировать законодательство, считают эксперты. Пока разводиться будет так просто, а женщины не будут иметь хоть каких-то социальных гарантий при разводе, ситуация не изменится. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Сегодня на нашем канале очередная серия проекта «Человек на карте». Автор программы Екатерина Пономарева расскажет об Эдисе Мамыровой, учительнице начальных классов в одной из школ Екатеринбурга, в районе которой в городе принято считать мигрантским. Эдиса переехала в Россию из Кыргызстана всего-то несколько лет назад, но за это время смогла освоиться на новом месте, устроить детей в школу, купить квартиру и ипотеку и стать незаменимым специалистом по обучению детей-мигрантов. Это район, который традиционно называют мигрантским, потому что здесь очень много мигрантов. Они здесь живут, работают. Ну и, соответственно, в местных школах очень много детей-мигрантов. В этой школе есть два класса, в которых преимущественно учатся кыргызы, потому что их учительница тоже из Кыргызстана когда-то приехала сюда, в Екатеринбург. Я напомню, проект «Человек на карте» вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 22.30 по времени Бишкека и Нурсултана, и в 20.30 по московскому, и в 19.30 по киевскому времени. Не пропустите. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго.